Судя по тому, как круто залетела первая часть, многие наши зрители сталкивались и с неадекватными таксюками, и с сумасшедшими пассажирами. Ну или вам просто по кайфу наблюдать за этими орущими покемонами. Поэтому нефиг затягивать, а добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня ты увидишь ТОП-10 жестей в такси, часть 2. Хочешь купить желанную игру наживёшь в России? Бегом на Дивмарк. Здесь можно купить игры и программы для множества платформ, ну или просто пополнить баланс игровых аккаунтов, таких как Steam, PlayStation и Xbox. Также ты на Изи оплатишь Амазон, iTunes и Nintendo, просто зайдя в раздел пополнения. На Дивмарк есть и игровая валюта для множества онлайн-игр. Самое большое преимущество Дивмарк, ты можешь оплачивать с территории России множеством способов, от карты Мир до платёжки Киви. А если заюзаешь промокод Телблог, получишь скидку 10% на любой товар. Ссылочка в описании. Десятое место. Любопытный пассажир. Как мне нравятся малознакомые люди, которым всё нужно знать. Клиенту такой ответ, ой как не зашёл. И он придолбался, мол парень за рулём слишком молод и вообще водит фигово. А чё ты до сих пор неуверенность чувствуешь в себе? Чё? Ну не знаю, просто неуверенность чувствуешь в себе. Понятно, очередной клоун, для которого уверенность заключается в езде 150 плюс и подрезанию других тачек. Только такие могут задавать подобные вопросы. Ну как вы думаете, если у тебя обрудают, то лучше поедете. А если вас? А вы всё разговариваете? Ну да, наверное да. Да я шучу, нет. К моему удивлению, поездка завершилась без потасовки и через несколько минут подпитое быдло просто убралось из машины. Респект водителю за вызержку. Девятое место. Любитель мороженого. По-моему, никому не нравится, когда пассажир хавает в салоне. Ну чтобы вы понимали, я не разрешаю даже детям своим здесь есть конфеты, чупа-чуп, чтобы, не дай бог, слюна там сладкая не упала, понимаете, да? Тем более таксисту, который видит по 10 наглых рож на дню. Но бывают такие, которым ничего не докажешь, как не распинайся. А по цвету непонятно, мороженое это или говно. Он сядет и скажет, а что это у вас за пятно? А я скажу, а кто его пробовать-то будет? Я скажу, вы знаете, это не говно, вы лизните это мороженое, так что ли? Я понимаю, ну хоть как-то охладиться, ну блин, ну буквально пару минут. Не, ну ты посмотри на этого добродушного мужичка, как он искренне желает угодить возителю. Хотите я вас угощу? Чем? Мороженое. Вы думаете, я все это развел, чтобы попробовать ваше мороженое? Нет, мне просто интересно. Да нахуй оно мне не нужно, это мороженое. Вы знаете, бывают люди разные. Правда, о своих потугах накормить водителя пассажир конкретно перешел черту. Я тебе серьезно говорю, попробуй. Попробуй. Я тебе сейчас в очко, нахуй, засуну. Я тебе сейчас в очко засуну. Это мороженое, нахуй, приеду. Интересно, оказалось ли мороженое в месте назначения. История умалчивает. Восьмое место. Пьяный базар. Еще одно подтверждение, что из самых неприятных собеседников и тем более клиентов это пьяные. Мало кто просто становится расслабленным, большинство тупо путают берега. Езжайте, пожалуйста, я вам говорю, я буду оплачивать. Вот, молодой человек сказал. Молодой человек, я вам говорю, езжайте. Скуберинская 25. Вы мне мешаете ехать. Очень тяжело ехать, когда тебя постоянно отвлекают. А когда еще и оскорбляют, тем более. Парень просто не выдержал, остановился и попросил выйти. То ты и понеслась. Что значит... Честно говоря, таксист тоже не старался сглаживать углы, но его просто конкретно довели. Что хотел? Очку себе покажу свою, ясное дело. И куда тебе будет, ясное дело. Сейчас я записал. Да, не вопрос. Я тебе записал. Пацаны. На пьяном базаре и галимых понтах все и закончилось. И когда же такие граждане переведутся? Седьмое место. Ночной кошмар. Лично мне приходилось засыпать в такси, но чтобы вот так просыпаться... Где я? Что это было? Боже, мне так жаль. Пожалуйста, просто отвези меня домой. Выметайся отсюда! Ты серьезно? Я представляю, как дростанул водитель. Не зря же он из перепуга сказал пассажиру убираться из тачки. Шестое место. Клоун на водителе. Яркий пример того, как не нужно встречать гостей страны. Ты приезжаешь сюда один раз, хорошо. Три, уже не можешь. Я здесь только второй раз. Второй раз тоже не можешь. Ребенок в машине. Я знаю. Офигеть, чел в воздухе переобувается, ему бы в политику точно не затерялся бы. Обосрал клиента с семьей, с которых же и заработал денег. Еще и телефон пытался выхватить, когда понял, что его снимают. Яркий пример, когда человек ведет себя хуже обезьяны. Она тоже может вырвать телефон, но хотя бы не несет такой бред. Пятое место. Борец за природу. Как ты думаешь, что произошло дальше? Водитель из машины, откуда велась съемка на регистратор, тоже не понял, что случилось. Ну и че ты встал? Таксист такой. Ща погоди секунду, сейчас все увидишь. Мужик схватил выброшенную пассажиром бутылку, открыл дверь и... В общем, смотри сам. Кажется, кто-то уже приехал. Блин. Четко дрифтанул в конце, не правда ли? Как считаешь, бомбил, а правильно поступил или нет, что выкинул клиента? Напиши свое мнение в комментах. Четвертое место. Динозавры из девяностых. Видимо, пока есть лохи, готовые заплатить три штуки за 20 минут езды, будут и бомбилы из прошлого. Как, например, этот мужик, у которого прямо перед носом уводят мамонта и сбивают сцены. Ну, дуй отсюда. Погнали, 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 за двушку, парень, за двушку. Отвечу, это просто... Проблемы, то есть? За двушку, какие проблемы? Нет, подешевле, мы без две тысячи. Какого ты хрена собираешь у нас клиента? А че, нельзя? Ты подошел нас... Нет, нельзя, хрена вообще такой. Ну, подешевле дают цену. Кто ты вообще такой? Вова. Вова, Вова, иди отсюда. По конкретному базару я сразу понял, что вижу перед собой делового человека. Блатарь использовал весь свой лексикон, чтобы донести залетному, что просто так на их точке работать нельзя. Мы таксисты, и тут наша стоянка, парковка, понял? Ты одну цену даешь, я другую подешевле. Ты курил, Вася, это наша парковка, Вася, все. Давай. Меня не Вася, меня Вова зовут. Да мне по*** тебя зовут, давай топи отсюда. Кого-то он мне напоминает. Ты на пенёк сел, должен был косаро дать, а звук так мало, урод ты. Никакие доводы на пранкера не повлияли, и парень всеми силами пытался выяснить, чем же он насолил благородному извозчику. Потому что, вася, сейчас ты получишь вася такую, что ты обманываешь. Понял? А почему нельзя так? Потому что, вася, потому что ты дура. У людей разделены места, конечно. А залететь как-то нельзя, не понимаешь? А ты просто так хочешь залететь и просто так взять, просто так ты можешь залететь и просто выхватить в е***ю просто, поручить. Понятно тебе? Достичь консенсуса в ходе беседы не удалось. Даже когда таксюк рассказал секреты трудоустройства. Объясни, что делать, чтобы работать там спокойно. Отсосать. Кому? У мусоров. Вот это поворот. На то мы разошлись. Третье место. Пункт назначения. Представь ситуацию, таксист довозит клиента до госпиталя, куда и должен был, а тот просит довести его к конкретному отделению и отказывается. Мы возле госпиталя, администрация вот тут, выходи из моей машины. Мне нужно в отделение неотложной помощи. Так идите же туда. Это просто абсурд. Видимо, не так срочно ей надо было внеотложку. Что эта женщина хотела от водилы? Чтобы он завез ее в отделение прямиком на машине? Убирайся из моей чертовой тачки. Сейчас же. Как он орет. Прям как профессиональный актер. Капец, это ж как надо было довести. Вы столкнетесь с... Я столкнулся с гребаным ублюдком. Убирайся. Сейчас. А в конце видоса все решилось. Просто подошел чувак и сказал, где находится нужное отделение. Получается, таксюк виноват в том, что он не знал этого и не провел за руку бедолагу, которая невероятно спешила внеотложку. Второе место. Ковид-диссиденты атакуют. Пошли эти маски нафиг. Как тебе моя корона? Да и ты сам пошел нафиг. Ну и что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Не трогай мою собственность. А дальше был нечлен на раздельный вискотик сумасшедших, которые решили выразить водителю свой протест против требования надеть маску. Все из-за того, что таксист предложил довезти их до ближайшей заправки, чтобы одна из дамочек могла купить маску там. То есть он даже не выгонял женщин, но в ответ получил ругательство и кашель прямо в лицо. Полиция также сообщила, что когда женщины вышли из автомобиля, одна из них брызнула в водителя перцовым баллончиком. До весны прошлого года это дело находилось на рассмотрении суда. Тогда же главные сумасшедшие выдвинули еще одно обвинение по делу о мошенничестве и краже личных данных. Господи, каких же идиотов порой приходится возить в такси. Ну и первое место. Дай порулить. Поездочка, которая начинается с таких слов пассажира на 99% будет крайне захватывающей. Да мы разобьемся, мы точно разобьемся. Нет, я не разобьюсь. Обратил внимание, с каким довольным выражением лица чел произнес свою речь. И чтобы не быть голословным, он как взял, да как схватил баранку. Блин, это выглядит и смешно, и страшно одновременно. Водиле очень повезло оказаться крепким парнем. Будь он мельче этого Джеки Чана, на минималках естественно, они бы точно впечатались в какого-нибудь бедолагу. Кстати, действие происходит на восьмиполосном хайвее. Таксисту удалось остановиться. Он начал сигналить, привлекая внимание других водителей и вызвал ментов. Я застрял посреди дороги. У меня тут сумасшедший пьяный пассажир, который вырывает руль. И если я поеду, он просто нас погубит. В итоге чела завернули менты, в которых он еще и плюнул. Отличная ночка и для пассажира, и для водилы. А какая ситуация показалась максимально тревожной лично себе? Ты сталкивался с чем-нибудь подобным или нет? Пиши свои мысли в комментариях, и не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба.